Здравствуйте, друзья! С вами на связи Виктория Катыченко. И это мое видео, видеообращение к моим партнерам, как к спонсорам, к своим партнерам или будущим партнерам. Сейчас очень многие люди ищут заработок в интернете. Большинство людей, которые только недавно познакомились с компьютером, и, конечно же, у них возникает много проблем. Я, если захожу в проект, я его тестирую, можно так сказать, и записываю подробные видеоинструкции, как зарегистрироваться, как вывести деньги, как решить какие-то проблемы, которые возникают. По мере того моего участия в проекте, я выясняю некоторые детали и записываю видео постепенно, все больше и больше. Значит, люди ко мне обращаются, мои партнеры или люди с параллельных структур, их тоже очень много. Не только те люди, которые зарегистрировались по моей ссылке, обращаются ко мне, но также многие вообще с параллельных структур, которые просто увидели мое видео, увидели, что я разобралась, что я, может быть, знаю больше, чем они, и обращаются ко мне с вопросами. На наиболее частые задаваемые вопросы я всегда записываю видео ответы, потому что это в моих же интересах. Я таким образом, получается, поток людей, которые идут ко мне с вопросами, перенаправляю на видео, где уже есть ответы на их вопросы. И вот как раз в этом заключается суть моего видео. Я специально не стала переодеваться, я нахожусь сейчас одета в домашнем халате, для того, чтобы вы поняли, что я такой же обычный человек, как и вы, как и ваши знакомые, друзья. Да, я немножко дольше в интернете, да, я немножко лучше разбираюсь, но у меня те же проблемы, как и у вас, и проблемы я просто решаю самостоятельно. И у меня тоже есть семья, у меня есть дочь, у неё подростковый возраст, есть куча каких-то нюансов, школа, да, есть работа основная, есть домашнее хозяйство какое-то, домашние дела, которыми занимаются все женщины. Ну и, собственно говоря, желательно, чтобы ещё было у меня свободное время. К чему я всё это говорю? Потому что многие люди обращаются ко мне, не обращая внимания на то, что уже есть ответы на те вопросы, которые они задают. Я не против, спрашивайте. В основном я даю видеоответ. Если человек спрашивает меня, как, допустим, да, не будем касаться проекта, как зарегистрировать кошелёк PerfectMoney, я знаю, что у меня есть видео, где я записывала, как это сделать. Я скидываю ему ссылку и говорю, здесь ответ на ваш вопрос. Человек увидит это видео, начинает его смотреть, параллельно начинает регистрироваться, у него какая-то проблемка возникает, и что он делает? Он опять мне начинает писать, либо, кто чаще, звонить. Звонить в скайп или даже на телефон. Я говорю, ну, на ваш вопрос есть ответ в том видео. Ну, я не досмотрел, я там только начал, потом столкнулся с проблемой и решил, что вот лучше ты мне так объясни. Ну, понятное дело, что лучше, чтобы я так объяснила, но нужно же как-то уважать чужое время и уважать чужой труд. Если я потрудилась, записала видео, я очень часто под каким-то видео, где много ответов на вопросы в одном видео, расписываю под видео, сейчас я даже покажу одно из них, такое не одно, расписываю под видео посекундно ответы на вопросы. Вот вопрос-ответ. Значит, если опуститься в комментарии, вот смотрите, столько вопросов я раскрыла в этом одном видео, видео на 14 минут. Значит, и каждый человек может прочитать, где можно увидеть логин своего спонсора в проекте Трафик Монзон. Он нажимает на это время, и у него начинается видео именно с того момента, где ответ на его вопрос. И вы знаете, очень обидно слышать вот такие вот какие-то заявления, типа, ну, тебе что, не можешь мне помочь, там тебе впадло, даже такие бывают люди. Да, ну, есть более корректно люди обращаются, когда, ну, Вика, помоги, там, понятно, я могу раз помочь. Потом я даю какие-то инструкции дальше. Человек не хочет их смотреть, ему лень, ему проще мне позвонить, я понимаю. Проще позвонить, чтобы тебе, а еще лучше, я поделюсь экраном, а ты мне покажи. А я даже не знаю, мой это человек в моей структуре или нет. Чаще всего не в моей. Ну, ты мне помоги, пожалуйста, Викочка, пожалуйста. Там начинают уговоры. Ну, мне тяжело отказать, потому что я понимаю, что человеку нужна моя помощь. Но на самом деле, вот когда на меня смотрят со стороны, даже моя дочь, она говорит, мам, да ты себя так как бы загонишь в гроб, нельзя так делать. Ну, то есть ты записываешь видео, у тебя есть видео-ответы, давай людям, пускай смотрят, пускай. В конце концов, когда мне человек звонит и говорит, я начал регистрацию, говорю, но у меня вот тут написано что-то на английском, и читает мне на английском, говорю, я не знаю английский, переведите в переводчике, что вам там написали. Ну, тут что-то красным написано, типа что-то про юзернейм, что-то не то с логином. А какой логин надо? Ну, я не знаю, какой логин надо, но какой-то переведите, там же написано красными буквами, что не так с вашим логином. поставьте его в переводчик переведите и будет понятно что вам написано и уже от этого отталкиваясь придумайте логин новый что-то не то может там цифра нельзя может какие-то большие буквы нельзя мало ли что может быть нельзя и сегодня это нельзя одно завтра нельзя другое в том же самом проекте могут быть изменения которых я еще не знаю но человеку проще мне позвонить чем вставить это предложение в переводчик и перевести и понять что же у него не так я должна на слух понять что он там на английском прочитал и ему наверное как-то перевести и сказать как ему исправить и объясняя этот человек он тут же говорит ну тут же что-то не так с логином мы придумали логин ну и поверьте это не единичные случаи то есть люди спрашивают такие задают вопросы которые ну никакие ворота просто не лазят ладно не буду жаловаться на людей то есть это конечно же не не тема этого видео тема этого видео это можно сказать договор с моими партнерами настоящими и будущими значит я как спонсор записываю видео инструкции на часто задаваемые вопросы даю видео ответы вы можете ко мне обращаться если у меня есть видео ответ я вам даже дам ссылочку на это видео будьте добры посмотрите видео внимательно сначала до конца и если вам что-то после этого не ясно попробуйте задуматься может быть вы сможете додуматься сами если не сможете додуматься сами есть такой ресурс у нас как google 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 яндекс любой поиск и сюда можно задавать вопрос и получить ответ это немножко дольше это займет ваше время но уважайте время не только свою но и других людей если этот вопрос можно решить самостоятельно решите его самостоятельно конце концов в каждом проекте есть группа служба поддержки которую можно обратиться да это займет ваше время но я трачу не меньше времени на то чтобы обратиться службу поддержки и узнать тот же ваш вопрос ответ ответ на ваш вопрос и это мое время понимаете и чисто человечески по-человечески я думаю каждый человек должен понимать что время это самый дорогой ресурс если вы хотите узнать ответ на вопрос задайте его мне скайпе напишите или в контакте у меня будет время я отвечу но не надо надеяться только на своего спонсора у вас есть руки у вас есть глаза у вас есть компьютер у вас есть google и и если вы мне звоните а я говорю я в гостях у меня есть пару минут я отвечаю на вопрос а вы потом перезваниваете опять ну то это просто неуважение к человеку вот поэтому друзья я как спонсор проекта стараюсь по максимуму отвечать на вопросы помогать подсказывать все что есть моих силах но я прошу иметь уважение к моему времени это мучат в школе младших классов и это мучат родители и будучи даже в 15 лет дети или уже не дети в этом возрасте знают что такое уважение другому человеку а некоторые взрослые до сих пор этого не знают меня это очень удивляет вот поэтому не хочу ни с кем ругаться не хочу ни на кого как бы наговаривать просто делайте вы делайте выводы из этого видео задумайтесь над этим поставьте себя на место человека у которого к которому обращается много людей с вопросами и подумайте как бы вы реагировали на поток людей которые все время что-то хотят от вас узнать то что им лень узнать самостоятельно то что они вполне могут сделать сами и еще при этом жалуются ну у меня ребенок тут мешает я вот мне некогда ну а у меня никто не мешает я тут сижу для того чтобы собственно говоря делать службу поддержки всему интернету в разных проектах и кстати еще один нюансик многие мне пишут сообщение века вот посмотри этот проект как бы как как ты считаешь ну ты же разбираешься как ты считаешь и дает мне реферальную ссылку то есть но когда вы мне даете реферальную ссылку я понимаю к чему этот вопрос разберись мне важно твое мнение вы не даете реферальную ссылку с надеждой что я туда зарегистрируюсь я всегда выбираю себе спонсора сама я не регистрируюсь по первой попавшейся ссылке если бы мне даже далее проект разобраться и я посмотрела разобралась и мне он понравился я не зарегистрируюсь под вас потому что вы менее компетентны чем я в этом вопросе поскольку попросили меня разобраться значит я найду человека у которого есть видео на эту тему грамотные и скорее всего я с ним пообщаюсь и зарегистрируюсь по его ссылке потому что так будет работать и мне легче и моей команде если я туда зайду потому что будет не только мы и видео но и видео моего спонсора значит если вы мне хотите предложить проект то так и говорите что вот хороший проект и объясняйте чем он хороший они просто давайте мне реферальную ссылку еще уточняю я сейчас проекты новые не рассматриваю я сейчас занимаюсь совершенно другим делом поэтому тоже такая маленькая ремарочка по поводу того что мне важно твое мнение вот разберись как как тебе этот проект и реферальная ссылка ну это смешно я же не вчера родилась чтобы не понимать маркетинговый ход так сказать излила душу потому что действительно последние несколько дней меня очень сильно напрягают некоторые вопросы партнеров просто такие которые без комментариев просто многие из них даже хотели бы чтобы я у них через steam вивер что-нибудь настроила в компьютере потому что я не могу вот давай я тебя открою у меня steam вивер а ты мне настрой все тут вот сделай за меня вот нет друзья этого не будет если вы хотите работать зарабатывать значит придется потрудиться потратить время разобраться я тоже трачу время разбираюсь я покупаю курсы курсы дорогие разные курсы когда я начинала я покупала и больше таких курсов потому что я хотела получить информацию более быстро мне не было времени искать бесплатную информацию в интернете да она вся есть бесплатно но я не хотела ждать я хотела получить сразу и компактно вот поэтому вся то все все эти знания которые мне есть я их покупала после того как купила они у меня сами в голову не не легли по полочкам да я тратил на время на это много времени для того чтобы она уложилась в голове и и некоторыми знаниями я делюсь бесплатно своих видео пользуйтесь на здоровье подписывайтесь на канал следите за другими видео используйте мой опыт но имейте совесть и уважайте время свое и мое все на этом я заканчиваю всем хороших чеков и светлого разума до свидания